7 класс, 15 серия. Сложение и вычитание многочленов. При сложении и вычитании многочленов надо раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. В результате сложения и вычитания нескольких многочленов снова получается многочлен. Давайте рассмотрим на примере. Складываются многочлены и затем надо еще выполнить вычитание многочлена. Прежде всего раскрываются скобки. Если перед скобками стоит знак плюс, значит скобки просто опускаются, знаки не меняются. А если перед скобками стоит минус, раскрывая скобки, знаки надо поменять на противоположные. После того, как скобки раскрыты, надо привести подобные слагаемые, если есть подобные слагаемые. Давайте подчеркнем сначала слагаемые, которые имеют буквенную часть А квадрат, и затем выполним действие с коэффициентами. 5 минус 1 до минус 3, получается плюс 1. Единицу обычно не пишут. Пишется просто А квадрат. Теперь давайте подчеркнем слагаемые, имеющие буквенную часть А. Минус 1 плюс 2 будет плюс 1А. Единица не записывается. Теперь осталось выполнить действие с числами. Плюс 1, минус 4 и минус 1. Плюс 1 и минус 1 – это числа противоположные. Их сумма равна нулю. Они взаимно уничтожаются. Значит, останется минус 4. Вот выполнено сложение и вычитание многочленов. И получился в результате многочлен. Мы его записали в стандартном виде. Давайте еще примеры рассмотрим. Итак, сначала раскрываются скобки, затем приводятся подобные слагаемые. Если перед скобками минус, знаки надо поменять на противоположные. Если перед скобками плюс, знаки сохраняются. Затем надо привести подобные слагаемые и записать ответ в виде многочлена в стандартном виде. Итак, вот таков будет ответ. Получится минус 11а, если мы выполним действие с этими коэффициентами. Здесь будет минус 12 плюс 1 – минус 11. Затем надо выделить те слагаемые, которые имеют буквенную часть В, посчитать, сколько получится. Ну, и затем еще плюс 8. Так, следующий пример. Тоже надо выполнить сложение и вычитание многочленов. В первую очередь раскрываются скобки. Перед скобками минус. Знаки надо поменять на противоположные. А если перед скобками плюс, знаки сохраняются. Затем приводятся подобные слагаемые. И ответ надо записать в виде многочлена стандартного вида. Обратите внимание, слагаемые имеют буквенную часть В в кубе. Плюс 2, минус 1 и минус 1. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна 0. Значит, в ответ пойдут слагаемые с буквенной частью В квадрат и В. Вот таков будет ответ. Первая задача. Упростите выражение. Значит, надо в первую очередь раскрыть скобки и затем привести подобные слагаемые. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь есть скобки. Причем даже скобки тройные. Надо начинать раскрытие самых внутренних скобок. Прежде всего раскрываем вот эти скобки. Потом надо будет раскрыть эти и эти. И только потом самые внешние скобки. Перед скобками стоит минус. Значит, раскрывая скобки, здесь будет минус 6 плюс А в четвертой. Так, когда раскрыты вот эти скобки, можно приступить к раскрытию этих и этих. Тоже перед скобками стоит минус. Знаки надо поменять на противоположные. Когда раскрыты вот эти скобки, осталось раскрыть внешние скобки. И тоже здесь стоит минус перед этими скобками. Если внимательно выполнить все преобразования, здесь должен получиться ответ такой. 7А в пятой. В ответ мы записываем сначала те одночлены, у которых показатель наибольший. Вот А в пятой. 7А в пятой. Затем будет А в четвертой. Коэффициент равен единице. Единица не записывается. И минус 7А в кубе. Вот идут одночлены в порядке убывания показателей степеней. В стандартном виде мы записали ответ. Вторая задача. Верно ли утверждение? Сумма трех последовательных нечетных чисел делится на 6. Формула нечетного числа. 2Н плюс 1. Нечетное число при делении на 2 дает остаток 1. Где Н натуральное или 0. Последовательные. Вот каждая следующая. На 2 больше, на 2 больше. Сумма трех последовательных. Если раскрыть скобки, привести подобные слагаемые, ее можно представить как 6Н плюс 9. Общий множитель 3 можно вынести за скобки. Теперь осталось выяснить. Значение вот этого произведения делится ли на 6? 6 – это произведение чисел. Это взаимно простые числа. Перемножаются 2 и 3. То есть, если это произведение делится и на 2, и на 3, значит, оно будет делиться и на 6. На 3 это произведение делится, потому что один из множителей как раз равен 3. А вот на 2 делиться не будет, потому что значение вот этой суммы всегда число нечетное. Если к четному числу прибавить число нечетное, то значение суммы будет всегда нечетно. На 2 не делится, значит, и вот эта сумма на 6 делиться не будет. 3. Третья задача. Сколько лет брату, если 4 года назад брат был старшей сестры в 2 раза, а 6 лет назад в 4 раза? Можно за х обозначить возраст сестры, потому что она младше, 4 года назад. Вот 4 года назад, если сестре было х лет, брат был в 2 раза старше. Значит, брату было 2 умножить на х. Это было 4 года назад. А 6 лет назад, значит, сестре было еще меньше на 2 года. Потому что 6 минус 4 – это 2. А брату было 2х минус 2. И если сравнить возраст сестры, возраст брата, то возраст сестры меньше в 4 раза. Так вот, если мы умножим на 4 возраст сестры 6 лет назад, это как раз получится возраст брата 6 лет назад. Решая уравнение, находим х. х равен 3. Это возраст сестры 4 года назад. Значит, брату было 4 года назад 2х. То есть было 6 лет. Это было 4 года назад. А сейчас на 4 больше. Значит, сейчас брату 10 лет. Транска 2.